На этих выборах у нас была самая низкая явка, меньше 15%. И вот сегодняшнее заседание показало почему. Потому что вот вы все дискредитируете эти выборы, люди не верят в эти выборы. Вы нашли сегодня нелепое оправдание всем нарушениям, которые сделали председатели комиссий. Не все были плохие председатели комиссии, но большинство из них безграмотны, не знают закон и вами не инструктированы. На видео, которое ходит в ютубе, есть, как вы лично приехали на один из УИКов, признали нарушение, но сказали, что ну оно есть, но давайте мы его не заметим. Позор вам всем. При подсчете голосов из всех пакетов было выявлено 40 бюллетеней, на которых было отметка от избирателей, но не было печать. Следовательность лица бюллетеней с выбором граждан стало действительным по вине организаторов. При подсчете голосов по бюллетеням из всех пакетов 40 бюллетеней с отметками от избирателей, но без печати. Что касается бюджетей неустановленного образца, которые были отмечены с печати, то член комиссии с правом совещательного голоса, уважаемый Сергей Михайлович, по поведению следственного института. Уважаемый член комиссии был? Уважаемый член комиссии оказалось, что в бюллетене неустановленной формы. Мы долго думали, что же с ними делать, нам прибыли на поддержку нашей коллеги из избиркома Московской области, и в итоге они действительно были признаны неустановленной формой, но однако протокол был составлен с нарушением. В протоколе они отражены у нас немножко по-другому, недействительными. У нас мало того, что по 23.07 возникла такая казуистическая ситуация, то есть у нас граждане, избиратели проголосовали по не пойми чему, по листу туалетной бумаги. А еще мы, когда составляли протокол, не мы, когда комиссия составляла протокол, конечно же, с участием товарища Максимова, сотрудника аппарата сбирательной комиссии Московской области, они в протоколах указали не установленные формы бюллетеней, а недействительные. Поэтому мало того, что у нас протокол еще составлен ненадлежащим образом, то есть он не соответствует той форме, по которой он должен быть заполнен. Таким образом, моя позиция по 23.07 и позиция кандидата, естественно, что на данном избирательном участке нужно аннулировать результаты по и одномандатному округу, и по единому избирательному округу. Это вот пока по 23.07, все, что я могу сказать, я присутствовала, видео там велось бесшовное три дня, то есть все три дня до срочного голосования, там полностью записано все видео, как выдавалось, как все, значит, проходило. Соответственно, мы, естественно, чуть позже консолидируем это и предоставим в следственный отдел по городскому округу. Это по 23.07. Ну, при подсчете, да, действительно были обнаружены влитения действительной формы, мы их при подсчете не учитывали, а, соответственно, все влитения, которые мы действительно вот отчитали и подвели протоколы. У меня еще вопрос. А как такое вообще получилось? Ну, возможно, потому что у нас три дня работали наблюдатели, которые нереально вообще не давали работать комиссию. У меня нет влитения. Ну, признать недействительным результатом. В любом случае, эти голоса не учитывались, эти проведения не учитывались. Они не учитывались. Значит, в принципе, никакого, так сказать, не имеют отношения к волеизменировым. Болееизменировый, да. Подсчет голосов правильный. В итоге голосование данного протокола никак не могли повлиять. Если они были внесены не в ту гроту, а в гроту, который вы назвали, не существует, они были внесены правильно. Соответственно, на итоге голосования они никак не могли повлиять. Они все были за единую расчетку. Я их веду. Тем более. Да. Тем более. Тем более, тем более. Конечно, да. Будет тут добавлять? Вот, по-моему, Александр Петрович, да? Да, ладно. Предложения членов комиссии. Отказайте вам, что ли? Другие предложения будут? Кто за то, чтобы отказать? Удоверили, не дал. Да, да. Так, раз, два, три, четыре, пять. Пять против? Пять за отказ, да? Или как? Да, за отказ. За отказ. Кто против? Выдергались. Трое. По работе комиссии 2304 основная претензия, не считая тех, что были массовые, там, другие нарушения зафиксированы, то, что данная избирательная комиссия открыла уикно в голосовании избирателей внутри помещения 11 сентября в 8 часов утра. При этом нарушив распоряжение вышестоящей комиссии от 25 августа 2020 года о том, что в приложении говорится, что график для голосования внутри помещения с 14.00 до 20.00, а на домное голосование вне помещения с 8 утра до 14.00. При этом председатель комиссии, которая здесь присутствует, уико 2304, внятного объяснения, почему она так поступила, именно открыт, уико для голосования внутри помещения с 20 минут раздать не могла. Поэтому есть видеофиксация, мы можем предъявить это видеодоказательство. У нее не было никакого основания. Более того, такая же ситуация, вот, к сожалению, кандидат об этом не упомянул, была на 22.99 в школе 27 на профсоюзной 6. Я прошу вас приобщить, это тоже туда же к жалобе, я думаю, Андрей Александрович будет не против. Всего лишь по второму избирательному округу было два таких уико, которые посчитали нужным, нарушите ваше распоряжение, ваши собственноручно подписаны, и открыться по какой-то причине с 8 утра. Все остальные участковые избирательные комиссии второго округа работали с двух. Мы бы хотели, чтобы председатель 2304 прояснил ситуацию в присутствии комиссии. И также я бы хотела сказать, что в соответствии с пунктом 4.65, ст. 65 ФЗ. 67, график работы комиссии для проведения досрочного голосования определяется комиссией, организующей выборой, и по ее поручению же стоящими комиссиями, что и было соблюдено. Соответственно, на 22.99 и, я так понимаю, на 23.04 ссылались на постановление ЦИК об организации выборов от 24 июля 2020 года. Но лично мы считаем, что данное постановление никак не идет в разрез с постановлением о 25 августа 2020 года. И поэтому мы считаем, что из-за того, что был нарушен график досрочного голосования 11 и 12 числа, нужно аннулировать полностью выборы на этих двух уиках. 2304 и 22.99, которые единственные были открыты с 8 утра по второму избирательному округу. 11 числа. 11 числа, да. По 21.04, естественно, я была на мать нестового первого дня. Естественно, мы зафиксировали, что участок был открыт. Как нам уже пояснили в субботу после обеда, когда прибыл товарищ Селегзянов, что оказывается, мы немножко неправильно тут приняли решение нашей муниципальной избирательной комиссии. И надо было в пятницу прямо с 8 утра открывать участки и всем голосовать. Но многие из вас знают, что мной было обжаловано решение МИК от 25 августа в Подольском городском суде. И на голубом глазу заместитель председателя суда товарищ Николаев признал данное решение в том виде, в каком оно было издано 25 августа, законным обоснованным. Данное решение мной не обжаловалось, вступило в законную силу. Таким образом, сейчас у нас возникает очень интересная ситуация. У нас есть устоявшее решение МИК о порядке голосования, которое мы утвердили, которое непонятно уже теперь, оно то ли правильно было принято, то ли неправильно. В субботу мы взяли и допилили это решение. Как к всему относиться, мне сейчас непонятно. Наверное, как нам скажут потом в суде, на итоге более извлением граждан это не повлияло. Но моя позиция такая, если мы регулярно на всех выборных кампаниях заявляем о том, что нам нужно соблюдать установленные нормативные акты. У нас есть 67 закон, в этот раз на 46 областной мы возложили волк с гайками и воспользовались постановлением ЦИК от июля. Соответственно, у нас есть 67 закон и постановление. В рамках этих двух нормативных актов мы должны были все выполнить так, как оно там указано. Но мало того, что издали нормативный акт, который непонятно, где он закон или не закон, я уже даже не знаю, как к этому относиться. Еще и выполнили не так. Где-то так, где-то не так. Ну, мое предложение, в принципе, вообще выборы по подоскому округу надо отменять. Ну, по-второму, мы, получается, уже приняли, комиссия приняла решение, подвела итоги, не рассмотрев жалобы, поступившие, значит, по избирательным участкам от кандидатов и их представителей, приняли решение уже по всему Подольску. Ну, ладно, бывает. У нас, видно, в 17-м году, 11-го приняли решение, 15-го сентября отменили, 18-го отменили отмену. Я предлагаю нам прославиться. Давайте сейчас отменим выборы по всему Подольску, потом отменим отмену выборов. Вот при таком раскладе, как мы относимся к действующему законодательству. Мое мнение. У меня еще есть слово. Я хотел сказать, что, во-первых, все комиссии, всем, кто там принимает решение, я хотел, чтобы вы не зациклились на том, что кто там победил, кто не победил, это не имеет никакого значения. Сейчас важны только честность выборов, ваша репутация как комиссии. Тик, правильно? То есть сейчас мы это обсуждаем. Вот здесь, товарищи, не знаю, как вы же... Председатель, зам. председателя? Зам. председателя оправдывает всячески все нарушения, да? То есть это идет в том числе и в вашу репутацию. Мы живем все в одном городе, все друг друга знаем, поэтому давайте рассматривать объективно. Есть нарушения, значит, надо отменять. Если нет нарушений, окей. Поэтому это то, что я хотел сказать. Что касается 23.04, к сожалению, да, много видео выходит сейчас одно за другим каждый день и еще будет выходить с этого участка конкретно на Ютубе, где видны нарушения, как со стороны комиссии, так и со стороны председателя. Тут вопросов нет, надо отменять выборы на этом и тех двух участках. Поэтому прошу голосовать, подумайте о репутации своей. Мы приняли решение, все верно. В рамках положения высшестоящей цифры мы приняли другое решение, которое устояло, как было сказано, действительно в суде. И наше решение последнее, это судом закрепленное решение. Здесь даже разговоров нет никаких. Соответственно, с этим, значит, если решение у нас устояло, и оно принято в том законе, значит, и комиссия открылась вовремя, как положено. Здесь вообще нет нарушений никаких. У нас в графике написано... Я же никого не перебивал. Значит, оно действовало в рамках нашего решения. Порядок при принятии, да, это второй вопрос. Как мы его принимали и как мы думали это сделать. Мы основывались, как и в соответствии с законом, на решении высшестоящей комиссии. Высшестоящей комиссии у нас это и КМО, и ЦИК. По решению ЦИК выборы начинаются в пятницу с восьми часов. Что было доведено до избирательных комиссий, и они открылись вовремя. Но некоторые задержались. Это как бы другой вопрос. Здесь чьи права ущемлены? Я не вижу. Права у избирателей были ущемлены? Если здесь права не ущемлены, то избиратели. Избиратель имел право с восьми начать голосовать, свое более извинение, как бы, в пользу тех или иных кандидатов, высказываться. Здесь права ничьи не ущемлены. Тихо-тихо. Вижу, что жалоба по данному участку безосновательна, и удовлетворению не подлежит. То есть отказа. Игорь Николаевич, мы тогда не поняли. Получается, у нас часть участков открылась восемь, часть не открылась восемь. Тогда что у нас правильно? Вот у нас график был утвержден. Это наши права, и мы можем к этой комиссии выдвинуть свои претензии, почему они поступили так. Так, и тогда вы нам тупы поясните. Какие-то комиссии нам сказали с восьми работают, а какие-то с двух. Мы сейчас работаем от обратного. Те, кто не начал с восьми, мы сейчас на них, на всех подаем в Следственный комитет. Мы ничего никуда не подаем. Мы подаем. Мы сейчас обсуждаем ваши жалобы. Рустам Азипович, конкретно по комиссиям разбирается. Да, хорошо, Рустам Азипович, мы вас поняли. Вашу позицию мы поняли. Но вы сейчас фактически нам всем говорите, что какие-то комиссии неправильно выполнили наши... Да, я разбираю комиссию. Данный комиссий открылся в органах. Предлагаю право. Разрешите. А можете пояснить свое решение, которое подписано, где указан график голосования, что с восьми до четырнадцати вне участков, с четырнадцати до двадцати на участках. Как это понимаете? Из-за того, что в этом решении не было указано, что они имеют право работать в сайте. А никто не говорит, что они не имеют право работать в право. Голосование, проводили голосование... Вы же это разместили на сайте. В дне помещения. Вы же на сайте помещения. В дне помещения. Мы сейчас правильно понимаем? Все сделал правильно. Все, в 23-24 все сделал правильно. Продолжения членов комиссии какие-либо? Кажется, вы поднимите. Другие предложения будут? Нет, другие. Другие предложения будут? Кто за то, что будет сказать? Как вы с этим живете так, Господи? Четыре, пять, шесть. Нормально живут. Нормально живут. Странно. Кто против? В интернерах? Вводят. Ну, как мы уже сказали, что весь этот материал, в том числе по второму округу, уедет в Следственный комитет. Ну, в виде заявления от кандидата. 23.01 я была лично, как мне пояснил председатель комиссии, что у нас утрачены 82 бюллетеня за кандидата по одномандатному округу. Правильно? Утрачены. На мой вопрос, удалось ли понять, когда они были утрачены? Не удалось. То есть, получается, когда они получили, я так понимаю, 10-го, наверное, числа комплект документов, в том числе бюллетени, они в актах подписали, что все получили. До 13 сентября комиссия не узнала, что у них утрачены 82 бюллетеня. Также на мой вопрос председатель ответил, что все бюллетени были оформлены надлежащим образом, стояла печать и подписи. Правильно я понимаю? Правильно я понимаю. Есть некая конспирологическая теория, что эти бюллетени уехали по другим участкам. Вполне возможно, мы этого не знаем, разберемся. Как они были утрачены, мы так же не можем понять, потому что комиссия не определила это. То есть, она, видимо, что-то не просчитала. И, таким образом, у нас возникает вопрос, а что так можно было? Вот честно, а так можно было? На воле земли они граждане, избиратели не повлияло. Давайте украдем целую пачку бюллетеней и скажем, да, ну вот же 100-160 человек проголосовали, а вот пока что, да где их кто-то уперли? Ну, на волеизъявление же никак не повлияло же, да? Ну, а что мы тогда из ЦИКа-то вообще их передали? Надо было их сжечь и сказать, ну, на волеизъявление не повлияло. Вот выглядело примерно так сейчас. Я хочу призвать выступающих разговаривать, не на площади базарной, а все-таки на заседании. Здесь не клонадо и не какой-нибудь шепито. Выбирайте слова и обороты. Рустамарь, Рустамарь, Игорь Николаевич, вы своему боевому татарину так скажите, когда он выступает, сидя в помещении МИГ, руки распускает, орет там, всем тыкает в судах. Вот, это хорошо, ему в этот раз никто не втащил. А могли бы. Применяйся, сам. Да. Кто у нас, у кого у нас изъяли видеорегистратор с распуском рук одного заместителя председателя пока еще? Вы обращались с этим вопросом в правоохранительную... Да? Конечно. Я же его не била. Да я не прав это. Я про пропажу, билетели. Про пропажу я пока еще никуда не обращалась. То, что я вызвала наряд полиции, я не стала просто, скажем так, добивать комиссию до смертного приступа. Но в СК это будет изложено. Однозначно, однозначно. Ну, что я могу сказать? Значит, 11 сентября вечером, значит, мы проштамповали все билетени, просчитали. То есть было 1700 за единый округ и 1700 там, где были кандидаты и партии. Значит, за время голосования 11, 12 и 13 сентября ни одной жалобы на работу комиссии, ни одного замечания никаких не было. То есть к работе комиссии никаких претензий нет. При подсчете, не надо здесь рассказывать про детективные сериалы, при подсчете, при погашении билетеней комиссия обнаружила недостачу этих билетеней. То есть мы их сами увидели, что их у нас не хватает. Каждый день мы билетени не просчитывали. То есть вот сколько у нас осталось. Они у нас были запечатаны в коробках, то есть ежедневно мы этого не производили. Никаких посторонних билетеней в ящике для голосования, когда мы его вскрыли, мы не обнаружили. В сейв-пакетах все было соответствовало действительности. По решению, совместному решению комиссии и всех наблюдателей, которые присутствовали у нас, в принципе, наблюдатель был только один, остальные все были члены комиссии с правом совещательного голоса. Мы приняли решение для того, чтобы убедиться, что эти 82 билетени не всплыли где-то там раньше. Мы просчитали количество поданных заявлений за каждого кандидата. И все члены, соответственно, убедились в том, что этих 82 билетеней там нет. Вот, поэтому я считаю, что здесь готовилась провокация, которая не удалась. Я не знаю, кто ее готовил. Против нас, за нас, за какого из кандидатов. Вот, но она не удалась, потому что, в принципе, мы обнаружили, что их не хватает. И в протоколе мы отразили, что они утрачены. Вот и все. При работе милиции никаких вскрытия кабинета, вскрытия там где-то сейфа, нарушения пломбировки, когда я пломбировала вечером перед уходом, никаких у нас не было. То есть никаких замечаний не было. Когда они пропали, я не могу сказать. Вопросы можно, да? Можно, да. Вы мне сказали, где хранились у вас бюллетени, не выданные членом комиссии. Да. Где-где? Выданные членом комиссии у меня хранились. Ай-яй-яй. Уважаемые коллеги, есть основания полагать, что здесь возможно присутствовать факт подмены бюллетеней в сейф-пакеты. Что из одного кандидата, который мы смогли отсмотреть, 81 бюллетень был, соответственно, заменен. При вскрытии пакетов никто никакой жалобы не подал на то, что у нас вскрывались наблюдатели, все были, все, росписи и печати, все были. Они подтвердили, что их роспись и целостность пакетов были, конечно. Ну а что мы придумали в сказке? Сейф-пакеты мы вскрывали при наблюдателях. Нет, мы не обвиняем, мы не обвиняем, это предположение, да. Куда-то же они делись.